Делаем так. Ливаним разбавитель, белило чуть-чуть. Чуть-чуть белил и разбавитель. Ливаним. Потом возьмем, допустим, рыжий. Можно с коричневым. Ливаним. Он начнет втекать в то, что мы кинули. И появится вот эта акварельная потечность. Возьмем синилки, например. И хливаним. Девочки пока не видим. Только фановую историю. Хорошо? Вот такие акварельности подшвыряем. Возьмем где-то темный. Тоже подшвыряем. И пусть все по чуть-чуть течет. Итак. Чистой кистью доливанешь. Белил доложишь. Потом идешь в эту уже испачканную кисть и продолжишь. Хорошо? А ту кисть потом туда? Поливать. Смотри, какие паузы делаю. Успеваю подумать. Успеваю полить. Да? Угу. То есть не просто тупенько закрасить. Ну и тоже, смотри. Где-то может быть оставить вот это пятно, а где-то насытить поливочностью. Где-то может оставить, а где-то насытить поливочностью. Хорошо. Дополним калякочности. То есть работаем так, как будто у нас графический, крупный графический материал. Можно даже дополнить веществом. И ты видишь, что эффект свисания дает и рука тоже прикольно дает. Да? Увлеклась, конечно. Ну ничего, будет другое у нас. Пятно по-своему тоже красиво. Так, теперь вот в этом пятне. Потом на периферии пощупаешь, как оно. Угу. Пощупаешь, сюда сходишь чуть-чуть. Теперь берешь тряпку и вынимаешь силуэт. Относительно середин ориентируешься. Смотришь, что у нас попадает на середину. Вот это место прямо по диагонали и прямо посередине, да? Угу. Его очень легко найти из-за того, что оно прямо по диагонали и прямо посередине. К нему уже пристраиваемся дальше. И ручечка. И ручечка. Вот эти тканечки. Потом появится другой инструмент. Вот этот. Который уже будет более точно развивать идею рисунка. Уже более точно. Складочки будет создавать. Прикольно? Угу. Давай так. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Теперь на палитре все сбрить в тряпку грязную и затереть пространство для нужных цветиков, для чистых цветиков. Будешь брать на палец желтоту, розовизну и вот таким действием наштриховывать. Угу. 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 И пораскидать по цилиндрам штрихуя круглое. Ладно? Угу. Вот смотри. По цилиндрику. Давай так. Вот такое будет дымчатое, симпатичное. Ну можно было бы дочистить это дело до некого порядка. Берем берельца, чуть-чуть пальчиком наметим основные вехи белого в картине. Прикольно? Вот. К этому потом придет густой мазок. Густой и плотный мазок. Если что, белила свежие выдалишь, потому что эти уже вот так шпатлевательно придет, раздавливательно и будет дополнен легким намеком. Есть в этом акварельность, да? Эффект незакрашенной бумаги. Придут вот такие мазочки. И где надо складочки появятся вот таким образом. Где-то такой жестикулятивный обязательно мазочек появится. Кстати, смотри, как он красиво там уже подсохло. Здесь он готов был вписаться, а дальше не стал. И нас это очень устраивает. Очень красивая появляется затея. И тоже может быть ее какой-нибудь геометрией нечаянности разрежем. Темность головы коричневый, розовый, мощная, крупная голова у тебя, совсем маленькая. Увеличить головочку. Согласна? Угу. И ручка хочет почти коснуться верха. Вот стерка у нас, если что. Смотрим на эти расстояния, на эти расстояния. Углы, которые формирует. Более прямой угол, да? Смотрим. Если что, подтираем, загоняем нужный цвет. Вот эти темные подрезки. Розовый, синий или розовый, голубой. Темные подрезки тоже чуть-чуть создаем. Глубокости. Прикольно? Угу. С розовым, например. Глуховатое пятно, да? Глуховатое. С коричневым, с розовым. Глуховатое, да? Тоже, если надо, в фоновом пятне можно создать вот такого рода звуки. Напоминающее драпировку или еще что-то. Прикольно? Угу. Ну, давай, в таком ключе. То есть, в таком ключе. Угу. Значит, на ножках есть цвет тень. Собственный цвет ног, вернее тело, розовит, что у нас положено. А свет на теле желтит. Поэтому много краски помешало. Стираю и загоняю нужную тональность, нужный цвет. Свет желтит. Теневая розовит. Теневая, да? Теневая, да? Теневая. Световая. Цвет желтит. Собственный цвет тело розовит. Оно в цвете. Вот такое понашвырять. То же самое. Мешает. Подтерло. Можно деликатно подтереть, не так как я всей тряпкой. Подтерло. Или всей тряпкой, но потом граничку подвинуло. Да? А у меня проблемы с рукой. Понятно, с рукой будет проблема. Ну, он... Можно поступить так. Ну, во-первых, вот это неряшество прекратить. Такого не должно быть на рабочем месте, чтобы оно не раздражало, а способствовало. Ну, где-то рядышком и опрятно затереть. Ну, потом, потом, потом. То есть, сначала можно дать рисунок. Причем, все эти члененности, это не шланг. Это косточки. Ты согласен, что там есть косточки? Вот, если ты ее не обозначила, это шланг. А так, это локоть. Здесь у нас тоже члененность. И она даже иногда вот так вот провисает. И я думаю, ты сразу скажешь, ой, точно. Можно было такое, видела такое. Пальчики можно сначала вот так обозначить. Тоже с членениями. Ну, или там, куда оно смотрит. Потом кисточкой деликателем. Но цвет, вот синька в касании к телу очень дурно. Темный цвет, но с красненькой. И тогда у тебя нет проблемы. Это будет теплое касание. Логично? Да, ну да. Значит, с костяшечками. Цвет тень определится в цвете, да? Красноты подшвырять теневым. Подшвырять теневым. Штрих по цилиндру. И смотри, какой плотный штрих. Не вот такой, как там встречался. А вот такой. Согласны? Молодец. Давай. Сами по себе звуки хорошие. Но не в контексте картины. Слишком им акварельности не хватает. А там все немножко акварельно. Вот здесь оно близко к тексту. Но тоже не хватило. Слишком, опять же, много синего. Вот я его, сейчас, видишь, розовым сбиваю. Цветом тело чуть-чуть сбиваю. Потому что пересинено. Ну, то есть просвечивается тело. Не выражено, что девонька сидит. Вот там маленький такой мазочечек темный, который ее сажает. Снизу подчеркивает и сажает. То есть фигура стоит, фигура сидит. Это всегда должно быть выражено. Вроде сложно стоять. Ну, я имею ввиду, в другом случае фигура бы стояла. Но это всегда должно быть обозначено. Что фигура не висит. Хорошо? Тоже жестикуляцию по возможности демонстрируем. Что мы на нее способны. Края должны быть то жесткими, вот жесткость края перешла в мутность края. Очень всегда красиво звучит. То жесткие, то мутные. Не хватает. Тело очень любит состояние цвета ягодки на свет. Вот давай сейчас попробуем ее. И ты скажешь, так это или нет. Вместо только серого состояния цвета появляется вот какая-нибудь ягодка желтоватого цвета. Вот она аж прозрачная, да? Есть такой эффект прозрачного. Вот этот эффект прозрачного должен появиться и здесь. прозрачного, но не такого светлого, как на свету. То есть не перепутать со светом. Смотри, как ягодка на свет, как ушко на свет бывает. Горит аж и внутренним светом. Утоньшить чуть-чуть ножичку. Не надо ей быть такой доробилой. Вот эту вот цветовую затею. Именно ягодки на свет. Прямо стоит запомнить. И ты это встретишь, ну кроме каких-то спецэффектов в живописи, в основном цвет тельца делают как ягодка на свет. Особенно, когда речь идет о прямых попаданиях света. Не хватает сейчас внятности свету. По-прежнему не хватает. Посмотри, какой там внятный свет. И даже бликующее состояние. Светом. И здесь тоже, соответственно, помощнее. Причем, ты сейчас видишь, я свет кладу уже густым образом, да? Да. Световые партии любят густую краску, теневые недолюбливают. Сразу зазвучало, да? Тень любит быть призрачной, прозрачной. Свет любит густоту. Но к этой густоте нужно подготовить ситуацию. И с рисунком уже доразобраться, чтобы точно потом взять и вложить этот свет вот с такой напряженностью. Волосы, не надо их сильно там рисовать. Вот такое что-то. Вот такое что-то. Волосы все растут из головы, из затылка они, из формата. Поэтому все-таки объединить это. И ты видишь, он или она не рисует черты лица. Тут вот немножечко есть. Ну вот совсем чуть-чуть, да? Ладно? То есть не увлекайся. Значит, вместо вот этих штрихов должен быть штрих по цилиндру. А вот это? А свет? Вот так? Свет тоже так, где пролезет так. Ну вот, а у меня не пролезает просто. У меня вот так вот получается. Вот этим острием не надо работать. Вот этим острием не надо. А вот этим подошвой надо. Хорошо? Смотри, тени любят густую краску. Сейчас это очень сладко. Ты согласна? Вот это малое количество краски. Почти, смотри, вымокнутое состояние краски. Звучит, правда? Да. Давай так. Клади. Только не будет толстым. Да, кстати, мне больше нравится. Ну нет, выкажем. Так. Чуть-чуть эта тканечка выстреливает аж оттуда. Да? Немножко показать идею. Свет побоялось. Помнишь, вот какие я оставил мазочки мощные? Помнишь, я собрала и не успел. Аж вот такой степени светлости. А вот на границе штрих по форме. Он кругленький. Вот. Обратите внимание, что некоторые вещи красивы в силу даже вот легкого движения. Вот, может быть, и не обязательно теперь этот узел разрабатывать. Несмотря на этот странный мазочечек. Потому что красиво. По формочке. Я положил один цвет, положил другой. И по формочке поштриховал. На границе они там тоже имеют этот штрихочечек. Музыка слил. Тяжелая икра слишком. Согласна, да? Съедаем это. Жесткость то появляем, то истребляем. И вот она мерцается. И пусть она туда в тень сбегает, какой-то намек на свет оставим. Пусть это даже подрастворится. Пусть даже не соответствует каким-то точным пределам. Как и здесь потеки, и здесь потечно. Перебелила здесь. Немножко ей все-таки цвета вернуть. Ну, в целом, видишь рисунок. Посмотри, что я сейчас делаю. Чуть-чуть сбиваю вот эту ровную геометрию. Вот побоялась желтый положить, и он не светился. Именно желтый на розовом светится. Смотри, я вот немножко сбил жесткость края. Прошел по средней линии, и она ушла чуть-чуть. Мне даже понравилось, а вот эта часть почему-то подрабатывает. Смотри, вот он здесь даже немножко сбивает рисунок. Чуть-чуть сбивает. Есть там такое, да? Да. И это красиво. Хоть чуть-чуть, хоть где-нибудь пусть цвет, который мы задействовали, не гнет более нарядно. Вот здесь нет света. Где ты там его увидела? Это же красиво, что он берет, и часть исчезновляет в пространстве, часть выявляет. Вкусно стало в цвете? А было просто ровненько все, да? Как бы благочинно. Еще, смотри, вот художники умеют вот такими кричалками отвлекать от неточного рисунка. Вот пока все было... Мы должны придраться, позволяет нам эта вырисованность придраться к любому из пятен. А когда видно, что это было вот так, к чему тут придраться? Мерцание рисунка. А вот стоит вот здесь каких-то что-то добавить? Можно сверху на вот это все... Только не растекать. Девочку. Не, не девочку. Чуть-чуть подбросить еще этого. Ну то есть еще одним слоем пройтись. То есть тот останется, а новый натечет. Тоже будет по-своему прикольно. Ну только взять, наверное, кисть другую, потому что... Пару таких можно сделать игрушек. Вот таких шторочек. Отделить одну от другого. В общем, это латанный характер, это красиво. Как будто она вот драпировка. Драпировка. Ну вот, допустим, эту дырку уже побери, потому что прикольная дырка. Да. Нет. 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 Нет.